Друзья, всем привет! Надеюсь, меня слышно-видно. Трансляция у нас запустилась. Сегодня мы с вами на еженедельных наших встречах по проекту UTR. И сегодня мы будем с вами говорить о производстве, которое запускается в Объединенных Арабских Эмиратах, производство уникального такого продукта UTER. Мне очень понравилось позиционирование, которое было совсем недавно на большой встрече, где сотрудники компании рассказывали вообще о проекте и позиционирование UTER, то есть UTER, твоя земля. Ну, конечно, там и про логотипы, про все, но вот твоя земля такая вот отсыл на ответственность, на нашу ответственность за то, что вообще происходит. И давайте познакомимся. Меня зовут Багиров Руслан. Я уже с 2014 года развиваю проект струнного транспорта, то есть мы командой, так сказать, включились вот в эту большую идею Анатолия Эдуардовича Юницкого. И сейчас команда Анатолия Эдуардовича Юницкого с инженерами, с большим таким коллективом включилась в работу еще одного амбициозного проекта, связанного с плодородием нашей земли. Так, давайте я запущу сейчас презентацию, чтобы наша встреча была более интересной. Ну, вот на моих глазах реализовывался проект струнного транспорта, то есть я видел, как создавалось производство, как видел, как создавались площадки испытания. На моих глазах поехал первый подвижной состав. И вот сейчас новый проект, да, тоже начинается с земли, которую выделили под строительство вот объекта. И сейчас на этой земле абсолютно ничего нету, и в ближайшее время начнется строительство. Это площадь 3,2 гектара в Россельхайме, это Объединенные Арабские Эмираты. Задача на этой земле сделать биосферно-разжирейный комплекс, животноотческий комплекс, и самое главное, это создать производство продукта Ютера. Это биогумус Ютера в виде эликсира, то есть в жидком виде, в различной фасовке и также в рассыпчатом виде, в виде биогумуса, да, как земли. И сейчас это свободная экономическая зона Рокес, где будет располагаться этот центр. В целом есть вот такой вот концепт, уже разработан, что конкретно будет на этой площадке, для чего это необходимо, да, ну вот допустим, само производство, оно требует определенные ресурсы под задачи такого вот биореактора, да, то есть в виде червятника, где есть, ну вот земляные черви, которые питаются определенным субстрактом, и вот один из компонентов этого субстракта, естественно, это органика, и, конечно же, вот такой вот комплексный подход, где есть и животноводческая часть, и часть с растеневодством, да, в виде оранжереи, и площадки, где будут выращиваться овощи, также плодовые деревья там будут, и различные фрукты, да. Это все для того, чтобы заработало производство. Ну, давайте вот я полистаю сам концепт, да, производства вот этого, что здесь в него входит, то есть, ну вот, если посмотреть в центральной части, это как раз-таки здание производства, которое, цифры которых я сейчас тоже в презентации покажу, да, что из себя представляет конкретно в цифрах такой вот мощности, да, вот этого производства. Оранжерейный комплекс, вот мы там видим теплицы, здесь также видно по левую сторону тоже здание, это здание общежития, куда в целом где сотрудники тоже могут жить, то есть, ну, это такой кластер получается, да, где полностью все условия для того, чтобы все это работало. Вот такой вот еще один рендер, мой красивый. Ну, в целом, этот документ, ссылку на него я попрошу тоже скинуть, кто сегодня у нас помогает мне вести вебинар. Смотрите, что касаемо вот самих цифр, да, то есть 32 656 квадратных метров, это вот общая площадь объекта, здесь как раз расписаны площади оранжереи, площади производственного корпуса, складских помещений, и в целом расписаны точно так же и мощности, да, то есть вот видно 10 тысяч тонн, это по сути 10 миллионов литров в год, мощности производства Ютеры, вот на вот этом, ну, на этом участке, давайте так скажем, да, ну, количество сотрудников, вот это вот все уже расписано, есть, кстати, определенный, ну, то есть, конкретный бизнес-план, по которым, в котором расписаны в том числе и расходы, есть дорожная карта, часть из вот этого бизнес-плана попала, кстати, и на эту презентацию, и ссылочку на бизнес-план тоже вам скинем в чат обязательно, либо сейчас, либо чуть позже, ну, в общем, вы ее сегодня тоже получите, да, то есть вот основная задача сегодня на нашей с вами встрече, показать вам в целом, как сейчас развивается проект, и чтобы вы ушли, ну, действительно, с материалами, о которых можно будет, которые можно будет посмотреть, которые можно будет подумать, да, и вот для себя решить какие-то, ответить на вопросы и решить по поводу инвестиций, которые здесь можно выгодно участвовать в этом проекте. Вот смотрите, на этом слайде показаны в целом, ну, структура выручки, да, продукции, и вот есть оранжерейный комплекс, соответственно, он ведь тоже выдает определенную продукцию, да, то есть там будут выращиваться перцы, огурцы, томаты, в том числе там из фруктов, это манговые деревья, виноград, вот это вот все, это буквально 3% от прибыли. Рассыпчатого биогумуса буквально там 2%, да, и вот за 95% такой вот флагманский продукт, это как раз-таки эликсир в жидком виде, тот продукт, который сейчас уже, кстати, он продается, об этом тоже расскажу. Ну, и вот концепт уже бутылки есть, это такая буквочка U, наполненная фруктами, овощами, зеленью, да, этот формат, он, ну, как бы концепт бутылки вот поступит в продажу уже в таком вот экспортном варианте, да, потому что то, что будет производиться в Объединенных Арабских Эмиратах, будет поставляться в том числе и по всему миру, потому что, ну, площадка, которая позволяет такой вот вообще Объединенные Арабские Эмираты, такой вот хаб, да, где в целом, ну, развита международная торговля, поэтому и выбрана именно эта территория для старта, так сказать, вот и масштабирования этого проекта по всему миру. Ну, вот, кстати, про поводу оранжерейного комплекса здесь перечень тех культур, которые там будут производиться, и, естественно, так как растения будут расти, прибыль с этого участка, она тоже будет увеличиваться, да, то есть, ну, деревья должны подрасти, там, виноград вырасти, манговое дерево тоже в процессе все будет увеличиваться, и вот в течение пяти лет выйдет производство на уже другие мощности. Вот почвенный эликсир, бутылка, которая сейчас выглядит таким образом, она уже продается, то есть, есть возможность приобрести этот товар в магазинах Валдерис, да, то есть, с доставкой, но это вот по России, в том числе и СНГ тоже Валдерис работает. И что такое вообще эликсир, да, то есть, это биогумус, который увеличивает содержание витаминов, аминокислот, минералов, также улучшает вкус, кстати, плодовых, и это все, ну, не просто так, это уже опробованная продукция, и сейчас в Беларуси уже несколько лет этим пользуются при выращивании вот в хозяйстве Анатолия Эдуардовича, да, в фермерском хозяйстве выращивают и в теплицах, и на грядках, то есть, все растет за счет вот этого продукта. Кстати, за счет того, что можно различным образом применять его, он защищает растения, в том числе, от различных вредителей и болезней. Это тоже очень интересные такие моменты. И, кстати, можно посмотреть вот все эти испытания в социальных сетях, тоже, ребят, скиньте, пожалуйста, ссылочку на соцсети, чтобы наши сегодняшние гости, да, зрители могли посмотреть все это дело своими глазами, все это увидеть. Ну, кто-то из вас уже, наверное, это все тоже поизучал. Я надеюсь, у нас есть сегодня. И вот, кстати, из социальных сетей вот такие вот фотографии, да, подтверждения, что это все действительно работает. Ну, тут вот сколько этот томат может весить, наверное, с килограмм, что ли? И вот как раз-таки в самом экотехнопарке есть плодовые деревья, там целый яблоневый сад, и это все тоже растет за счет, в том числе, и ютеры. Ну, вот такой вот кустик облепихий, ну, и плодов на ней, конечно, да, тоже. Есть чем хвалиться и хвастаться, да? Смотрите, лук, 950 грамм. Ну, и самое, что интересно, это все экологически чистое и не продукт, так сказать, химизации, да, это чистая органика. И на данном этапе, ну, что касаемо органики, сейчас это достаточно, ну, такая актуальная тема, потому что во всем мире мы знаем, что сельское хозяйство, оно применяет большое количество различных пестицидов, химических удобрений, и поэтому, ну, это все отражается на здоровье. И вот ютера, она повышает урожайность, и это вот такими плодами сразу же видно, да, то есть, ну, просто их действительно на той же, на том же количестве, так сказать, квадратного метра грядки мы просто больше получаем выхлопа, да, такого вот урожайности. Она восстанавливает и поддерживает почвенное плодородие, а также вот еще тоже актуальный момент, это дает возможность лучше перезимовать растениям. Это тоже, в принципе, испытаниями, там все подтверждено, да, то есть, тут не голословно, а вот действительно такой вот, ну, проверенным фактом и в том числе и временем, потому что продукт ютера уже существует несколько лет. Ну, вот можете посмотреть здесь, да, то есть, тоже я уже читать все не буду, но в целом стимулирует развитие в почве различных видов полезных именно почвенных микроорганизмов, защищает растения, снижает даже содержание тяжелых металлов, то есть, в целом улучшает почву. И самое, что интересное, были даже испытания, почему именно Объединенные Арабские Эмираты, там ведь в целом-то, ведь это, ну, территория, которая в целом очень сложна к сельскому хозяйству, да, то есть, даже не территория рискованного земледелия, а территория в целом невозможности земледелия, да, то есть, давайте так скажем, вот. Вот, и вот как раз-таки на Валбересе вот можете просто набрать Ютера и заказать себе, уже самим попробовать на, пусть сейчас, пока зимний период, это на своих там домашних растениях, да, то есть, цветочках там и других, других, так сказать, зеленых питомцев наших. И вот, по сути, Объединенные Арабские Эмираты, почему именно, да, интерес именно в том регионе, ведь отсутствие вот такой возможности широко использовать и широко развивать земледелие, это ведь еще и определенные продовольственные риски, да, и так, а продовольственные риски, по сути, это как бы безопасность государства. И сейчас в эту сторону, ну, обязательно нужно смотреть. И, конечно, интерес у правительства, интерес в целом у бизнеса к вот такому роду деятельности, это, ну, говорит, это сказывается, и вот даже земля, которая была сейчас предоставлена, да, то есть 3-2 гектара в определенной экономической зоне, да, там это аренда, да, но все условия появились после визита шейха региона, да, вот Рассельхайма. Есть, были новости по этому поводу. К сожалению, не включил в этот раз я эти фотографии в свою презентацию, но в целом это все доступно на сайте в новостной ленте. И вот сейчас, ну, давайте еще немножко расскажу о самом биогумусе, да, то есть потом перейдем к цифрам такого вот мирового интереса, да, к данной продукции, куда вообще уходят удобрения и прочим. Вот сам по себе материал, из которого делается, так сказать, вот этот эликсир, это бурый уголь, миласа, мед, биогумус и дополнительные органические элементы, которые входят в состав компостированного продукта, которым питается вот этот вот биореактор в виде земляных червей, да, там используется калифорнийский земляной червь, но этот калифорнийский земляной червь, он уже, ну, так сказать, поменял свои характеристики, потому что сам по себе червь, он не ест бурый уголь, но в течение определенного времени специалисты научили, так сказать, вот этого червя перерабатывать и бурый уголь, ну, естественно, путем приготовления вот этого субстракта, то есть это такая авторская рецептура, да, и сейчас вот этот вот червь, он даже в отдельный подвид, то есть готовятся документы, что вот этот червь – это определенный подвид вот калифорнийского земляного червя, даже вот тоже интересный такой факт. И вот вообще по рынку удобрения сейчас мировой спрос, естественно, это Азия, потому что, ну, количество людей там очень большое, и одни из таких лидеров, да, вот куда уходят удобрения, это Северная и Южная Америка. Также Африка, то есть, ну, это такие большие сельскохозяйственные регионы, но если мы говорим про конкретно рынок органических удобрений, да, то с каждым годом вот цифра по увеличению, так сказать, да, вот этого вида удобрений, она растет ежегодно на 6%. Это говорит о том, что мир движется к более безопасным и в том числе и полезным продуктам. Это очень важно. И, кстати, Объединенные Арабские Эмираты, они тоже не стоят на месте в этом плане, опять же, за счет того, что это действительно безопасность, продовольственная безопасность – это на уровне государства, оно в целом очень важно, да. И вся вообще продукция Ютера, она уже прошла сертификацию, получили различные разрешительные, в том числе и документы, и в том числе и сертификаты качества. То есть это уже продукт, который в целом может распространяться по рынкам, по всему миру, поэтому и запущен сейчас такой вот проект, который сейчас мы презентуем. Это, по сути, такой адресный проект в конкретное производство с конкретными показателями по выпуску продукции, да. То есть это вот 10 миллионов литров в год эликсира и сопутствующих, давайте, там, товаров, да, в виде оранжерейного комплекса и в виде рассыпчатого биогумуса. Так вот, сейчас это возможность получать прибыль непосредственно с продажи вот завода, да, давайте так назовем, производства, которое уже заработает, ну, в ближайшие два года, да. То есть вот год понадобится на строительство, и в целом для того, чтобы все это дело реализовалось, есть конкретная сумма, это 20 миллионов долларов. Сбор средств разделен на три раунда, сейчас идет уже второй раунд. И, естественно, каждый раунд, он предусматривает ограниченное количество лотов. То есть как только соберется нужная сумма, процесс этот приостанавливается, то есть вход будет в эту программу закрыт. И те, кто инвестировал в данный проект, ждут, пока организуется, ну, то есть производство, и начнется выпуск продукции, реализация этой продукции и получение прибыли. И сейчас есть в возможности у инвесторов вот такие вот лоты. Лот начинается от 500 долларов. Это вот буквально недавно, так сказать, по обратной связи от инвесторов, да, возможность инвестировать чуть меньшую сумму. Был лот минимальный от 1000 долларов и максимальный 100 тысяч долларов. То есть сами лоты, они имеют определенное ограничение по количеству их. Ну, то есть вот они разделены. И в сумме, в сумме, вот если суммировать все эти лоты, мы получаем 20 миллионов долларов. И в зависимости от количества инвестиций, да, то есть от самого лота, зависит и прибыль, которую получает инвестор от, естественно, в зависимости от своей доли и в зависимости от чистой прибыли компании. Кстати, здесь в личном кабинете появился калькулятор. Я тоже попрошу скинуть, наверное, ну, даже можно и ссылку скинуть, чтобы не сказать. А так, в целом, вы можете зайти в личный кабинет. Давайте я сейчас просто продемонстрирую, да, как это выглядит, как можно, так сказать, поиграться вот этим калькулятором. И в зависимости от уже самой, да, так сказать, прибыли компании, вы можете рассчитывать на... То есть калькулятор считает прибыль, так сказать, ежегодную прибыль, которую инвестор получает в зависимости от своей инвестиции. Ну, давайте вот здесь поставим там, пусть у нас будет инвестиция в 5000 долларов. Можете ставить и 500 здесь есть, и 1000 долларов, и 2000. То есть тут в целом вот все пакеты, они здесь расписаны. И в среднюю прибыль, допустим, процент от прибыли лота 37. Если мы берем его единоразовым платежом, 34, если в рассрочку. И ожидаемая годовая прибыль компании. То есть если мы выходим на полную мощность в компании, то с учетом расходов, с учетом вот всех издержек, которые есть, есть, ну, которые будут, да, они уже, кстати, просчитаны в бизнес-плане. Тоже можете посмотреть, эти все расчеты они есть. Но по цифрам, я вот резюмирую, да, то есть в целом эти расходы можно снижать. Ну вот сейчас по, вот так сказать, такому прогнозу, да, это порядка 15 миллионов 800 тысяч, это порядка, ну вот это расходы компании. Планируется продавать Ютеру, именно Эликсир, за 3 доллара 17 центов. То есть если компания выходит на прибыль, то есть на реализацию и выпуск продукции в 10 миллионов бутылок, то можно вот с этих сумм посчитать, сколько компания получит в общей сумме прибыли, да, то есть там планируется в первый год при таком вот оптимистическом таком прогнозе порядка 30, ну 30, более 30 миллионов долларов, это будет оборот компании, да, там 31 миллион долларов, то есть если 3 и 17 умножаем на 10 миллионов, то есть 31 700, да. И если 15 миллионов 800 тысяч будет расходы, то получается примерно от 20 миллионов, это у нас, ну я совсем, наверное, вас сейчас цифрами загружу, да, то есть давайте предположим, что у нас примерно 70 миллионов, 70 процентов миллионов, я уж сам запутался с этими цифрами, да, 70 процентов это у нас прибыль компании. Такой оптимистический прогноз, да, сколько же будет инвестор получать прибыли, если у него вот такой вот, так сказать, пакет. 1295, если это не в рассрочку, и 1190, это годовая прибыль, если человек этот пакет приобретает в рассрочку. Если же в компании будет прибыль, допустим, там 50 процентов, да, такой вот более такой пессимистичный прогноз, да, то, соответственно, прибыль мы здесь тоже можем смотреть. Но смотрите, в целом, как можно увеличить прибыль в проекте? Прибыль в проекте может увеличиться за счет, первое, снижения вот этих вот расходов, о которых я говорил, да, вот этих вот 15 миллионов 800 тысяч, это расходы, которые несет компания, ежегодные расходы на выпуск продукции, при, опять же, стопроцентной загрузке, да, и если мы уменьшаем эти расходы, увеличивается здесь и прибыль. Плюс, если мы продаем Ютеру не за 3 доллара 17 центов, а, допустим, за 4 доллара или даже за 5 долларов, то есть откуда это может быть? Ну, у нас же инфляция есть, то есть удорожание самой продукции, плюс есть еще и такой момент, как активный спрос, который в целом будет просто увеличивать цену за бутылку. И таким образом, если мы выходим на стопроцентную прибыль, а, ну, кстати, здесь даже не считается, да, ожидаемая годовая прибыль, ну, потому что калькулятор рассчитан на конкретную вот эти вот цифры с учетом расходов и с учетом суммы в 3 доллара 17 центов за бутылку и с учетом расходов, кстати, расходов в 15 миллионов 800, то есть максимальная прибыль 78%. И, опять же, это прогностическая цифра, да, то есть если мы увеличиваем прибыль, то, соответственно, и увеличивается сама по себе вот эта вот доходность от такой инвестиции. Так, давайте вернемся к слайдам. Ну, что касаемо самих пакетов в личном кабинете, в таблице это все дело, вы можете посмотреть. Через год с момента запуска производственного процесса и начала реализации продукции начинается прибыль. То есть тут уже тоже есть такой момент. Сейчас есть партнерская программа на вот этой возможности, то есть все те партнеры, которые участвуют и имеют статусы, могут увеличивать в зависимости от статуса свой, так сказать, 5% по уровням дохода. С первого уровня там 3% идет, то есть вот с личной, так сказать, продажи. И вот здесь как раз расписаны с 10 по 19 уровень, с 20 по 24 уровень проценты. Это в зависимости от того статуса, который у вас есть. Допустим, вот мастер, он прогребает там до 11 уровней, да, то есть, соответственно, 11, ну, к примеру. Соответственно, здесь вот градация в процентах, она тоже обозначена. Ну, чтобы для понимания, что такое, да, 10, 19, 20, 24 уровень. Это в зависимости от статуса. Ну, и еще раз, да, вот подытожим, что возможность инвестирования, она ограничена и будет приостановлена после сбора необходимой суммы. Давайте сейчас про условия участия в проекте. То есть вообще, что получает инвестор, какие в целом юридические, да, моменты, вот затрагиваются в такой вот инвестиции. Это договор займа. Срок, на который предоставляются инвестиции, они, вот этот договор, он на 5 лет рассчитан с единовременным платежом, либо в рассрочку. На 5 лет это что означает? Что через 5 лет вы можете у компаний попросить, неважно, там, получился проект, не получился, вернуть свои средства под 0,1% годовых за пользование денежными средствами. Если мы оставляем у себя эту инвестицию, все у нас сработает, да, то сам договор, он бессрочный. То есть сколько существует компания, столько существует взаимоотношения между инвестором и компанией. То есть, мало того, сам договор, его можно даже передавать по наследству. И вот инвестор имеет пожизненное право на выплату прибыли, а также процентов за пользование вложенной суммы инвестиций по проекту до тех пор, пока не примет решение выйти из проекта. Выйти – это значит вернуть свои средства, то есть расторгнуть договор с компанией. Такое возможно. И второй вариант, сейчас он тоже, кстати, прорабатывается, это продажа этого договора. То есть, ну, третьему лицу вы можете, в принципе, переуступать этот договор. Ну, и такая вот возможность продажи продажи этого договора с учетом, ну, всего интереса к данной инвестиции. Ведь многие, ну, те, кто не примут сегодня решение, так сказать, эта возможность закрывается, и при успешной реализации будет очень большой интерес к данному активу. Инвестор получает прибыль согласно выбранному тарифу пропорционально сумме внесенных инвестиций. Ну, вот это уже из той таблицы, о которой я ранее говорил, да. Условия по тарифам предоставляются инвесторам компании на момент открытия инвестиционного раунда. То есть, если сейчас это второй раунд инвестиционный, вот буквально он до конца года, и мы с вами переходим там на третий раунд, соответственно, проценты будут меняться. Ну, вот про право наследования я уже немножко вам сказал, и в целом договор этот, он передается по наследству, и это прямо очень интересно. Все эти документы... Кстати, договор. Давайте тоже ссылочку, ребят, пожалуйста, скиньте, чтобы у нас сегодня действительно каждый, кто сегодня присутствовал, могли, ну, вот прям взять с нашей встречи максимум для того, чтобы принять решение подумать над этой возможностью. Ну, еще здесь вот ряд моментов, да, то есть просто по слайдам, читаем вместе со мной, можно так сказать, да, я думаю, вы тоже смотрите, не только слушаете вебинар, да, но еще и смотрите, но вот для тех, кто слушает, я тоже зачитаю, да. Инвесторы будут получать свою часть прибыли согласно договору в течение всего периода функционирования, проекта. Это что означает? В целом, земля, которая арендована сейчас в Россельхаме, она с пролонгацией в договоре на 50 лет сейчас. Земля эта с возможностью, да, пролонгации, она вот арендована. В целом, само производство, оно модернизируется, оно, если там какая-то линия розлива выходит из строя, ну, естественно, это все меняется, если там червятники сгниют, естественно, их просто поменяют там, ну, то есть это все для того, чтобы, ну, непрерывно все это работало десятилетиями, поэтому здесь у этого проекта, ну, такая долгоиграющая перспектива на то, что он будет функционировать, понимаете, так скажем. Ну, вот как раз-таки подытожили, да, то есть производство не имеет ограничения по сроку службы, на заводе предусмотрено обновление оборудования, земля арендована на 50 лет и более, с возможностью пролонгации, значит. В целом, вот, есть такая вот расписанная прогностическая карта по производству и вот здесь показаны объемы, на которые, ну, вот, кстати, цены пересчитали сейчас и вот цена за литр не 3.13, а 3.17, то есть вот эта таблица, которая из бизнес-плана, ну, в целом тут цифры как бы обновляются. Кстати, вот калькулятор, но это таблица, можно так сказать, да, на основе этой таблицы как раз-таки сделан вот калькулятор, который есть сейчас в личном кабинете, пожалуйста, им пользуйтесь, играйте там с цифрами, смотрите, считайте с возможностью, то есть смотрите, как бы, какие возможности есть вот в данном проекте. Кстати, вот по поводу дорожной карты, да, что будет происходить в течение 24-го, ну, и вот сейчас уже что происходит, да, в 23-м году на участке. На данном этапе вот один из, ну, таких новостей, да, то есть скоро будет огорожден этот участок, то есть поставлен забор, сейчас уже готова линия розлива и вот как раз-таки коробы, это вот червядник, да, то есть где задача привести его на территорию, пока пусть они будут на временных, так сказать, ну, сооружениях, но задача уже сейчас размножать этот биореактор и уже начинать, ну, так сказать, вот готовиться вот к этому объему в 10 миллионов литров, и этот процесс, он в течение 24-го года будет в целом обозреваться нами, да, то есть мы будем видеть, как там строится здание, как осваивается вот эта вот территория, все это дело уже вот в 24-м году, мы это все будем наблюдать, нам будут отчитываться перед, ну, как отчет перед инвесторами, да, ну, и в целом вот этот процесс на наших глазах будет строиться. И задача в течение вот года запустить производство и уже в 25-м году начать реализовывать продукцию, соответственно, и наш интерес как инвесторов в этот проект, ну, получать прибыль. Причем задача еще вот такого бизнес-процесса это выстроить таким образом, чтобы получать прибыль не просто ежегодную, а даже ежеквартальную, что тоже очень интересно. Ну, вот такой вот биопластер, еще раз, да, визуализация. Кстати, все материалы, да, то есть вот еще есть и в наших сообществах есть закреп, где в целом вся актуальная информация по ЮТЕРе, она тоже размещена, ну, в том числе в Телеграме. Давайте сейчас, так, перейдем сейчас к следующему слайду, той активности, которая запущена до конца этого года с возможностью, с очень интересной возможностью попасть в Объединенные Арабские Эмираты. Это будет организован тур для победителей. Тур на 20 мест рассчитан. И уже вот в первые месяцы 24-го года можно будет попасть в центр Юскай с экскурсией, покататься на новом Юбас-карате, на Юкаре и вот посетить в том числе и место производства ЮТЕРа в Рассельхайм съездить. Ну и, конечно, встретиться с главными лицами обоих проектов. При этом будет какая-то активность, которая впишет в историю, так сказать, проекта ЮТЕРа каждого, кто примет участие, то есть кто выиграет вот из этих 20 мест. И что включается вот в всю эту поездку? Это проживание, это трансферы, это ну, естественно, там услуги перевода, различные фото, видео, да, съемка, ну и какие-то памятные подарки в том числе тоже будут организованы. Задача выиграть и долететь до Объединенных Арабских Эмиратов. Смотрите, что необходимо сделать для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Ну, первое, первое вы уже сделали, это вы сейчас присутствуете на этом мероприятии. Второе, ребят, скиньте, пожалуйста, в чат ссылку на форму обратной связи. Ее необходимо будет сегодня участникам заполнить. И это, кстати, второе, второе условие, заполненное НПС. Укажите свою почту, которая у вас в личном кабинете СВЦ. и третье, что нужно сделать, это сделать платеж, пусть он будет даже единоразовый до 31-12 этого года. Открыть рассрочку, ну, либо выплатить ее, если у вас уже открыта рассрочка, то ее нужно закрыть до конца этого года, то есть до 31-12 и у нас пройдет мероприятие подведение итогов, где объявят победителей вот этого конкурса. Так, НПС-ку я вижу, отлично. Ну, в целом, вот если, так сказать, подвести итог сегодняшнего нашего мероприятия, то, ну, действительно, вот проект это Ютеры это такое вот не только выгодное инвестирование в комплексное развитие, да, органического земледелия, это еще и наша с вами такая, ну, такой большой вклад в природу, в наше будущее, в ту еду, которую мы едим, в том числе, да, и то, что у нас появляется на прилавках, потому что если говорить про масштабирование этого проекта, то это ведь только начало, это первое производство в такой вот территории, где большая, большая потребность данного продукта, это возможность этого региона обеспечить себя действительно полезными овощами, фруктами и вкусными овощами, фруктами, это возможность этого региона обезопасить себя в том числе, да, потому что то, что сейчас повестка глобальная, которая сейчас идет, ну, тем более еще и с этими всадниками апокалипсиса, да, то есть говорит о том, что от нас сейчас тоже много что зависит, это как раз такие вот такие вот проекты, которые способствуют конкретно, ну, этот продукт способствует к реализации такой пищевой безопасности, и это действительно очень важно, поэтому давайте по-новому взглянем на эту большую активность, этот большой проект Анатолия Эдуардовича и поддержим его, пусть даже не только финансово, да, но и даже информационно, пусть об этом узнают все больше и больше людей. Сегодня я благодарю вас за то, что вы присутствовали, надеюсь я ответил на ваши вопросы и благодарю ребят, которые помогали в чате. Давайте до скорых встреч, всем пока-пока.